Вот в 13-м году, по-моему, это было где-то начало осени, да, думаю, да, несколько месяцев до Майдана буквально, да, мы сидели в ресторане «Эгоист», просто пили кофе, и он мне говорит, он был просто народным депутатом, да, и он говорит, Юль, помоги мне вернуться в большую игру. У нас так всегда было, несмотря на небольшую возрастную разницу, он ко мне всегда обращался на «ты», а я всегда на «вы». Так мне лучше держать дистанцию. Вот, помоги вернуться, я говорю, не помогу, Петр Алексеевич. Он говорит, почему? А я говорю, ну, по двум причинам. Во-первых, я не с этого факультета, я журналист, я не пиарщик. Да, журналисты — это разведчики, пиарщики — это контрразведчики, да, вообще. Ну, если мы переносим вообще, это совсем разные задачи вообще, разные птихотипы. Вот, я не знаю, ему было все равно, кем быть. Главой КГА, мэром Киева, спикером, руководителем нашей делегации в ПАРЭ, министром экономики, всем, главой Национального банка, все равно только вернуться в большую игру, да. Вот, я говорю, во-первых, это не мое, вот, а во-вторых, я говорю, не помогу, потому что я считаю вас самым неискренним политиком из всех, кого я знала за все годы мои в профессии. Он говорит, почему? И у него, как всегда, вот, вот слеза брынить, да. А на очах брынить слеза. Да, вот, я говорю, Петр Алексеевич, потому что, ну, наши отношения позволяли мне это сказать вообще, как бы, да, я говорю, потому что вы с младых ногтей диабетик, а выпускаете самое большое количество сладкого в стране. Вот так и сказали? Да, вот так сказал. Не все понимают, что стоит за этими словами. Не все понимают, знаете, вот, но для меня это так. Как он отреагировал? Он промолчал.